Всем привет! Сегодня, как обещала, снимаю для вас весеннюю зачистку гардероба. Я хотела бы мотивировать вас не только на то, чтобы вы спешили, следили за всеми новомодными трендами, но также, чтобы вы вместе со мной вовремя разбирали все то, что у вас уже есть. Я еще ни разу не показывала вам, как я организовала все свои вещи, поэтому не буду затягивать. Давайте приступим! Настрой у меня боевой. Я собираюсь сменить осенне-зимний гардероб на весенне-летний. Мы находимся в нашей спальне, и, как вы можете понять, ни один стандартный шкаф сюда просто не вписывался. Поэтому мы приняли решение сделать шкаф под заказ. Я не могу сказать, что он самый удобный на свете, но, вы знаете, у меня здесь помещается вся та одежда, которую я ношу в повседневной жизни. Есть несколько пустых отсеков, это уже хорошо. И для себя я решила вот что. Все такие прям однозначные сезонные вещи я буду складывать в органайзер и отправлять его на чердак. И потом просто менять, к примеру, шерстяные свитера на летние платьица и наоборот. Это очень удобно, и это работает даже в небольшой квартире. Итак, встроенный шкаф у нас разделен на две части. Я расскажу, почему. Дело в том, что на первом этаже у нас находится камин. Соответственно, труба тоже где-то должна быть в доме. И так получилось, что, ну, здесь проходила труба. Я очень не хотела терять это место, поэтому сейчас я вам покажу, что я придумала. Изначально глубина шкафа запланирована таким образом, чтобы поместился мужской деловой костюм. Я могу неправильно ставить ударение. Пожалуйста, не обижайтесь, потому что я очень долго живу за границей, и иногда у меня что-то такое проскакивает. Это живой формат. Я сейчас, вот знаете, сразу так все снимаю. Мне некогда думать, как же правильно. Эта часть принадлежит моему мужу. Ну, то есть здесь хранятся его вещи. Сюда мы заглядывать не будем, чтобы он не обижался. Вот эта часть моя. Если у вас похожая ситуация, то учтите, что вот это отделение вы будете заглядывать крайне редко, потому что это очень неудобно. И здесь я храню какие-то подушки, что-то, что, возможно, мне пригодится один раз в год. Итак, я сначала подумала, как я хотела бы хранить все свои вещи. И еще на старой квартире я поняла, что мне удобнее всего, когда у меня все висит, я открываю, и я вижу, что у меня сложено. Поэтому я хотела, чтобы я смогла повесить максимальное количество вещей. Но так как вот здесь, где, собственно, проходит труба от камина, было слишком мало места для чего-либо, я думала-думала и решила сделать здесь такое отделение для галстуков, для ремней, для моих каких-то вечерних сумочек. У меня сумок чуть больше, чем вы сейчас видите, поэтому я сначала планировала хранить здесь какие-то летние сумки, такие сезонные, но потом поняла, что места маловато. Давайте рассмотрим все поближе. Мой муж просил, чтобы было место для галстуков, все-таки он офисный работник, и у него их просто навалом. Сейчас он избавился от большей части, но я уверена, что вскоре его коллекция пополнится. Здесь вот первое отделение, в котором я храню все свои рубашки, футболки, и здесь в основном ничего не меняется. Я сейчас все переберу и отложу те, которые я не надевала на протяжении года. Мне кажется, что незачем хранить такие вещи. И вот благодаря в кавычках таким вещам создается впечатление, что у вас набит шкаф, но надеть нечего. Вот там сверху еще ничего не лежит, но с годами и это пространство заполнится. Внизу у меня висят всякие свитера, которые я носила зимой. Здесь останутся только те, которые я буду носить в прохладные дни, весной и летом. Все шерстяные, какие-то прям теплые такие свитера отправятся в органайзер. Здесь у меня хранятся купальники. Я никогда не складываю их в летний органайзер, потому что мы в течение всего года иногда ходим в бассейн. Ключевое слово иногда. Не так часто, чтобы хранить их на самом видном месте. Дальше парадно-выходные, какие-то нарядные платьица. Я вижу, что сразу достану вот это и вот это, потому что я уже слишком много раз их надевала и передарю их кому-то другому. Не кому-то другому, а у меня есть несколько семей, которые всегда с удовольствием принимают вещи. Я знаю, что девчонки носят их. Мне в удовольствие поделиться чем-то. Так вот, здесь находятся какие-то жакеты, платьица, которые я ношу, ну не каждый день, но довольно часто. То есть это не что-то нарядное. И вот когда я планировала свой шкаф, точнее наш шкаф, я долго думала, как бы поскладывать все брюки, джинсы. И ничего толкового мне в голову не пришло. Но я решила разложить все таким образом, чтобы мне просто-напросто было удобно. И сзади у меня лежат какие-то юбки миди, которые я не так часто надеваю. А здесь на первом плане джинсы. Я сейчас все это поскладываю, потому что это не прямо, знаете, организация моего гардероба. Нет, просто сейчас буду все перебирать. Вы тоже посмотрите, как это происходит. Надеюсь, получите нужную дозу мотивации. И здесь лежат джинсы, которые я ношу прям каждый день. Здесь внизу лежат домашние вещи, в которых я хожу каждый день. Потому что я не всегда выхожу в люди, я работаю дома. И когда снимаю видео, просто надеваю что-то более такое приличное. А иногда даже в домашней одежде, потому что я не хожу в каких-то растянутых вещах. Просто в таких более базовых. В этом отделении я храню теплые-теплые свитера, которые надеваю гораздо реже, к примеру, когда мы едем в горы. Или те изделия, которые нельзя хранить на плечиках. Кстати, все плечики я покупала в Икеа. Я надеюсь, что когда-то я приду к тому, что все плечики будут одинаковыми. Не знаю, у меня какой-то пунктик. Мне нравится, что они тоненькие. Я могу много чего развесить. И они прям, знаете, железные. И выдерживают даже какие-то тяжелые мужские костюмы, например, жакеты. Здесь хранятся те вещи, которые я надеваю реже. То есть, они более нарядные. Вот, к примеру, платьица, которую я недавно вам показывала. Еще раз оставлю на него ссылку. Вот так оно выглядит. Я до сих пор не могу нарадоваться. И мне очень приятно, что вы тоже его оценили. Видите, я его надевала один раз. И оно все равно как новое. Несмотря на то, что оно хлопковое, оно даже не мнется. Здесь же жакеты, жилеты, костюмы. Вижу, что каким-то образом здесь оказалось повседневное платье. Я же говорю, что надо навести порядок. Еще один костюмчик. Очень приятный платьица, в котором я была на свой день рождения. И вот это платье, например, это платье-жакет. Оно очень теплое. Здесь классный состав. Прям 100% шерсть. Это какая-то линейка премиум Zara. Вот его однозначно надо сложить, потому что летом в нем не походишь. Смокинг. Мои летние легкие тренчи, накидки. К примеру, когда тепло, я ношу их в качестве верхней одежды. А осенью и зимой они просто служат мне вот такими жакетами какими-то удлиненными. А еще одна теплая жилетка. Тоже надо будет ее сложить. Обожаю жилеты Zara. Вот это платьице я надевала на многие семейные какие-то праздники. И, наверное, тоже пора его кому-то передать. Это платьице я надела один раз в этом сезоне. Оно шерстяное. И его я отнесу в химчистку. Есть вещи, которые я не стираю, а отношу именно в химчистку. Какие-то платьица мидии и просто нарядное платье, которое я уже надевала на свадьбу. Оно очень классное. И последняя часть. В ней находятся брюки, которые я ношу чуть реже. Или с ними что-то непонятное, как, к примеру, с черными джинсами из Zara. Здесь сломалась молния. Ничего не стану придумывать, заморачиваться. Купила их на распродаже. Они мне послужили, я не знаю, пару месяцев. Не могу найти счет, поэтому придется выбросить. Вот эти джинсы я очень люблю. Я их купила в Аутлете. Они были в последнем видео с примеркой новой одежды. Многие спрашивали. Бренд Мэрисин. Но их уже тоже давно нет в продаже. У них наверняка есть что-то похожее. Просто брючки, которые чуть реже надеваю, я уже сказала. Здесь нижнее белье. Не будем сюда заглядывать. Но, к примеру, здесь у меня хранятся какие-то пижамки. Просто майки. Колготки. Очень удобно поскладывать все именно таким образом. И носки, которые надеваю чуть реже. Вот. И в самом нижнем отделении у меня спортивная одежда. Ну, раз пошла такая гулянка, давайте посмотрим, что и как здесь сложено. Я же говорила вам, что метод Конмари работает. Один раз поскладывала. Дальше докладываю только чистые вещи после стирки. И все. У детей то же самое. Я прям счастлива. Также в спальне оказались вещи, которые надо отнести вниз, в прихожую. Потому что это тренч из манго, который я хотела еще с самого начала. Как только он появился три года тому назад в продаже. И, по-моему, два года тому назад или полтора, что-то такое, я купила его на распродаже. Очень модный оттенок. И сейчас похожая даже ткань. Вот, мне кажется, один к одному. Тоже есть. И в Заре, и в манго. А вот это моя любовь. Это очередное пальто из Minimax UA. Это украинский производитель. Я вам уже сто раз о них рассказывала. И, вы знаете, я не расстраиваюсь, что у нас тепло, и я не успею поносить. Даже, вы знаете, это не пальто, а скорее теплый плащ. Если похолодает, то с удовольствием надену. Но это классическая модель. Цвет, который мне нравится. Хаки, он всегда будет актуальным. Вот, поэтому, если вдруг будет жарко, то я с удовольствием буду носить его осенью. Я сейчас, конечно же, все примерю. Просто хочу показать вам, как это все выглядит внутри. Потому что я безумно довольна своим пальто. Видите, пуговки пришиты для того, чтобы они не отваливались. Со второй стороны тоже пуговка. Раньше так делали. Сейчас попробую что-то такое найти. Подкладка очень красивая. Они отправляют за границу. Поэтому обращайтесь к ним. Классное пальто. Вот какая-то ниточка прилипла. Наверное, в спальне что-то было. Очень-очень мне нравится. И серое пальто до сих пор остается в любимых. Только единственный момент, девчонки. Я второй раз заказала его. На самом деле, оно ко мне приехало чуть раньше в другом размере. В 36-м. И они так сильно маломерят вот именно эта модель. Что я взяла себе даже 38-й. Сейчас посмотрите. В жизни цвет еще красивее. Он более насыщенный. Такое же пальто есть в сером цвете. Оно короче, чем предыдущее от Minimax. Видите, что коленки не прикрывает. И я не могу назвать это изделие плащом. Оно настолько теплое, что я сейчас сварюсь. И вот это 38-й размер на мне. То есть, я хотела надевать под него, например, какой-то жакет. Или более объемный свитер. Потому что я буду носить это пальто и в следующем сезоне, и через 2 года. Потому что оно классическое. Но все равно, знаете, такое с изюминкой. Потому что военная тема, она тоже неиссякаема. В общем, мне очень нравится. И еще раз советую вам оставлю ссылку внизу. Девчонки, те, кто покупал по моей рекомендации серое пальто. И вообще все, что я советовала именно от этого производителя, остались очень довольны. Поэтому рассказываю вам, что очередное классное пальто в коллекцию. И, как говорила, поеду в Украину. Обязательно загляну, посмотрю их платьица. Потому что я уже столько комплиментов получила за то, которое я вам показывала. Фантастическое. Я надеюсь, не очень темно. Эта кофточка мне нравится. Но она настолько тоненькая, просвечивается. Мне такое не идет. А вот этот пуловер мне очень нравился. Я носила его так часто, что он просто надоел мне. И я хотела бы, чтобы пока вышивка актуальна, кто-то другой смог тоже им насладиться. А вот этот свитер прям так сильно износился, что мне стыдно его кому-то передаливать. Может показаться, что я как маньячка постоянно с телефоном, просто я управляю им своей камерой. Вот этот пуловер мне очень сильно нравится. Но мне кажется, что именно такая вышивка уже не совсем в моде. И поэтому он переходит в разряд домашних вещей. Он в отличном состоянии. Ну, как-то вот... В принципе, можно надевать. Но мне кажется, что дома мне тоже будет приятно его носить. Этот свитер тоже так сильно потрепался, скатался. Хотя издалека может казаться абсолютно нормальным. Но нет. Ой, здесь гораздо лучше освещение. Продолжаем. Так. Платье из неопрена, которое я носила еще будучи в положении. Я понимаю, что за эту зиму я ни разу не надела его, поэтому... Ну, оно мне очень сильно нравится. Насколько можно? Теперь жакет, о котором я вам говорила. Кажется, классический обычный серый жакет. Помните, одно время они были настолько модными. В Заре их было навалом в разных-разных расцветках. И сейчас, когда я его надеваю, серый с серым... Серый мой любимый цвет, но как бы без фанатизма. Так я его не носила. Но просто фасон настолько устарел, оказалась бы базовая вещь. Вот вам не кажется, что он какой-то как подстреленный? У меня создается именно такое впечатление. Поэтому я тоже с ним прощаюсь. И мне не больно расставаться с этими вещами. Потому что некоторым из них реально 4 года или даже 5 лет. Как помните, все такое было с шипами. Я показывала вам джинсовую рубашку, которую я купила еще до того, как узнала, что была беременна с Захаром. То есть, сколько ей лет? Правильно, Захару 5. Понимаете? Почти 6 лет. Нельзя хранить такие вещи в гардеробе. И да, пока. Это у меня чисто зимние платьица. Их я тоже складываю в органайзер. Потому что зачастую ношу их с плотными черными колготками. Я надеюсь, что летом они мне не пригодятся. Очередная очень нужная вещь. Комбез, который я купила в Аутлете в Манго. И в этом году ни разу его не надевала. Потому что он такой тоненький. Мне он нравится с плотными колготками. Но зимой как-то вот не знаю. И он постоянно в какой-то ворсе. Он собирает на себя абсолютно все. Поэтому, ну да, пока. Этот пижамный костюм я больше не буду надевать в город. Он, к сожалению, идет на поезде. На поезде? На каком поезде? Он, к сожалению, идет на поезде. Поэтому я придумаю какую-то застежку. И он перейдет в ранг пижам. Мам джинс с вышивкой. В прошлом году много носила. Сейчас я подустала от вышивки. Хотя, ну вроде как, куплю себе еще что-то. Но от такой устал. Вы не поверите. Это мои идеальные бойфренды. Им уже 7 лет. И сейчас смотрю на них и понимаю, что они прям сильно такие потертые. Но я их так люблю. Нет, пускай лежат. Наверняка у вас тоже есть джинсы. У большинства. Я на это очень сильно надеюсь, что я не одна такая сумасшедшая. Я купила их не на распродаже. А вот просто, знаете, за полную цену. И что вы думаете? Я их так сильно не люблю. Вот не знаю. Что-то пошло не так. Мне просто не нравится крой. Мне нравится посадка. И они лежат. И лежат. И сейчас уже идет третий год, как они лежат. И зачем я их храню? Только потому, что это классические джинсы. Без потертостей. Красивого цвета. Но вот нет. И причем я знаю, что в манго мне крайне редко идут джинсы. И я каждый сезон там что-то покупаю. В надежде, что... Ну вот, Оль, тебе понравится? Зачем? Вопрос, зачем? Классные штаники из Зары. Отличная расцветка. Я люблю хаки. Но у них низкая посадка. И зимой мне в них просто-напросто неудобно. Поэтому... Не знаю, чем я думала. Не смеяться там. Когда-то это было модно. Бальман? Или кто это? Подскажите. Ну, как бы... Несколько раз я его надевала. Но больше ждать нечего. Свитера я, пожалуй, тоже просто переложу. Я закончила складывать зимние вещи. Их оказалось не так-то и много, потому что я даже полностью не заполнила весь органайзер. А все потому, что у меня такой, знаете, довольно универсальный гардероб. И многие вещи я ношу и зимой, и летом. То есть, футболки, к примеру, зимой я ношу с жакетами, а летом просто как футболки. Здесь часть вещей, которые я отдам. Я уже говорила. Вот. А буквально несколько мне придется выбросить. Потому что одни брюки просто треснули от старости. И я не знаю, сколько еще не была беременной игнашкой. Их покупала. Ну, то есть, уже около четырех лет. Итак, что же изменилось? Здесь у меня рубашки, базовые футболки. Я знаю, что у меня всегда так, поэтому, когда я тороплюсь, я просто выискиваю нужный мне цвет. Старалась распределить все по местам, по цветам. То есть, белые с белыми. Но не всегда получается этого придерживаться. Здесь просто какие-то такие легкие хлопковые свитера, которые мне еще, возможно, пригодятся, когда, к примеру, будет прохладно вечером. Здесь у меня теперь находятся все жакеты. Здесь ничего не изменилось. Внизу я разложила джинсы, которые остались. Брюк здесь нет. Две юбки. Здесь у меня развешаны, видите, я все развешиваю. Два нарядных костюма остались здесь. Платьица. Я очень люблю разные комбинезоны. Здесь повседневное платье. Вот это из Asos. Я видела что-то похожее уже в этом году. Ну и я вас просто уверяю в том, что если вы начнете складывать так, как, ну вот, по методу KonMari, то ничего не будет так мяться. В прошлом году я не придерживалась этих правил. И все теперь как из Ж. Сори за выражение. Это базовое платье из H&M. Тоже много лет. Уже три года я его купила. По-моему, еще будучи беременной. Игнашка. Это платьице. Господи, как оно выглядит. Все это еще не мешало бы разгладить, но у меня сейчас нет времени. И, кстати, юбки миди, которые я в последнее время обожаю, я тоже развесила. И они не спадают. Здесь пусто. То есть можно отправляться на шоппинг. Вы поняли, да? И здесь я разложила шортики. Шорты и светлые брюки. И это, собственно говоря, все. Я знаю, что мне удобно просто подойти и что-то взять. И причем я всегда раскладываю вещи по степени любимости, скажем так. То есть здесь шорты, которые я люблю. Дальше какие-то брюки, которые крайне редко буду надевать. Скорее всего, если лето не окажется каким-то очень-очень холодным. И здесь вот я вижу брючки. Ну, по цветам можно понять, какие это. У меня их не так-то и много. Поэтому те, кто спрашивает, Оля, где ты хранишь все свои вещи. Я думаю, что теперь вы понимаете. Ну как, нельзя сказать, что у меня их было прям вообще очень мало. Но если так пересмотреть, то некоторые вещи у меня действительно годами хранятся. Я просто докупаю то, что выходит из строя, что-то более модное. Ну а так, ничего особенного. Надеюсь, что вам было интересно. Всех целую и обнимаю. Не забудьте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.